всем привет дорогие друзья на канале smartwatch канал только о смарт-часах и более ни о чем сегодня дорогие друзья мы будем учиться удалять системные приложения да вообще любые другие с наших часиков велосипед 4 galaxy watch 5 и galaxy watch 6 инструкция абсолютно для них одинаковая зачем это нужно ну допустим bigsby не работает в россии зачем он нужен на часах потому что есть только лишние ресурсы потребляет поэтому его снести дальше samsung pay на часах не работает в россии поэтому зачем он нужен снести его ну и так далее тому подобное как бы есть некоторые приложухи которые не работают нас в россии для чего не нужны а кто-то может совсем все посносить хочет но не знает как для этого нам с вами нужно во первых сами часики и естественно ну и компьютер это можно сделать только через компьютер через командную строку но по крайней мере я только знаю такую инструкцию и буду это делать я через такую программку как от adb up control отличнейшая программу линка мы с вами все будем делать с помощью нее она вообще платная но для этой нужды да вот пойдет и бесплатная версия как ее скачать где ее скачать как установить и как с ней работать в описании видео будет ссылочка мы с вами сначала подготавливаем часики нам надо чтобы наши часики и наш компьютер в данном случае ноутбук были в одной вайфай сети это обязательно ну можно даже и не вайфай сети если допустим ваш компьютер подключен к роутеру которому подключены часы к вайфай роутеру это тоже пойдет я это прекрасно делаю что мы значит делаем с вами часики подготавливаем для этого мы с вами идем настроечки в настройки идем в самый низ вот а galaxy watch здесь нажимаем идем сведения по сведения а по и вот здесь версия по нажимаем несколько раз пока не появится вторая строка вторая строка появилась сер это говорит о том что у нас с вами открылась параметр разработчиков сер кстати это регион страны которые часы привязаны все параметр разработчика вот еще один моментик надо отключить bluetooth на смартфоне с которым наши часы связаны это тоже важная вещь обязательно это сделайте все отключили и теперь поехали дальше идем параметр разработчика в этот момент наши часы уже должны быть подключены к вайфай включаем вот здесь отладку по adb дальше идем сюда беспроводная отладка и включаем ее видите от вайфай меня еще не включен поэтому я иду вот он только включился включаю дальше от звука я все авторизации потому что я уже авторизировался дальше идем сюда и дальше нам здесь нужно подключить новое устройство у нас всплывает здесь смотрите код подключение по вайфай дальше айпишник и вот здесь у нас порт эти все это у нас есть теперь знать что мы с делаем теперь нам с вами нужно открыть консоль консоль открыли я уже подготовил для себя несколько айпишников вот этот айпишник у меня высвечивается на часах на работе потому что сеть другая вот это вот дома айпишник как вы видели здесь у меня 015 видите вот последние вот здесь 015 я ввожу дальше что я делаю вот здесь мне надо ввести вот такое вот значение adb player и дальше ввожу ввожу айпишник потом я ввожу делаю двоеточие пишу порт вот он порт последнего после двоеточие в моем случае это 44 187 44 187 потом пробел и пишу вот этот вот код 103 699 103 699 смотрим теперь я вот это вот значение копирую вы можете это сразу вводить в командную строку adb control я вот так делаю для удобства своего чтобы потом вдруг что-то сбой еще раз нажать нажимая intel обратите внимание сейчас и на часики нажимая intel все у нас эта строка пропала теперь мы с вами что делаем теперь переходим вот сюда здесь меняем айпишник на нашем adb control 0 потом иду я пишу 15 и где порт авто нажимаю на него и пишу порт только уже вот здесь который прописан вот 37 001 эти 37 001 ввожу 37 001 и нажимаю на значок вай фай хопс смотрите на наших часах появляется вот такой вот всплыл сверху что adb control включена или мы выйдем на главный экран вот здесь видим отладку по вай фай эти отладка по вай фай включена наш часики прогружаются у вас еще попросят установить приложение специально для того чтобы отображались значки на adb control здесь в приложении сейчас она прогрузится и мы с вами пойдем далее так обновление все вы разрешите эту установочку приложения для того чтобы вот эти вот значочки они хорошо высвечивались все прошли включили вот системные и теперь в системных идем самый низ и поехали вот что нам нужно удалить я буду сейчас вам показывать вы сами уже смотрите надо вам это или нет я удаляю допустим все циферблаты предустановлены зачем они мне нужны дальше если у вас смартфон не samsung управление камеры у вас естественно не работает тоже можете удалить сэлфи и моджи удаляю где ты вот они сэлфи и моджи зачем они мне так это удаляю потом специальные возможности тоже можно удалить если вы ими не пользуетесь идем дальше так это удаляем системный словарь пользователя оставляем служба диагностики оставляем распознавание синтез речи оставляем простой удаляем идем дальше классика удаляем это удаляем поиск устройства последние приложения это все пригодится погода оставим естественно основная панель удаляем обновление это оставляем дальше мяч мой стиль мое фото этим я ничем не пользуюсь идем дальше крупные цифры тоже идем дальше кинетические камни вот эти все клавиатурки кстати клавиатуры samsung я тоже не пользуюсь зачем она мне нужна у меня стоит google клавиатура я ее удаляю дальше удаляю все вот этих три дорогие друзья цифер блата живые цифры оставлю зачем они мне тоже нужны ежедневная активность это удаляем дальше это удаляем геоданны из нескольких источников поставляем включение биксбе удаляем не работает виды под угрозой вымирания тоже не нужны это удаляем большие цифры большие символы эти удаляем дальше поехали у нас что тут еще есть вот плагин в очень не работает он у меня это samsung pay да он не работает соответственно его тоже удаляют идем дальше и смотрим что у нас здесь еще есть из того что допустим мне нужно удалить монитором я тоже не пользуюсь ну хотя ладно оставлю на всякий случай samsung hilt здесь дальше смотрим что у нас еще есть такого чтобы мы могли удалить samsung аккаунт естественно нужен потому что иначе он не будет работать наши часики дальше если хотите даже play market можно удалить просто вообще и зачем допустим если вы не устанавливать оттуда ничего да дальше поехали смотрим что у нас тут есть из того что можно удалить так variable так 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 вот эти вот все значения ну ладно хлоп ассистент он мне тоже не нужен я им не пользуюсь абсолютно но есть он батареечку достаточно нормально все когда выбрали все что нам нужно удалить нажимаем вот сюда дальше удалить смотрите удалить нам предлагает сделать ну во первых говорит что это может быть вызвать ошибки соглашаемся и дальше сделать резервное копировать все эти 39 приложений будут скопированы и сохранены на моем пк это тоже очень хорошо каком смысле потом можно будет их легко восстановить если вдруг вы увидите какие-то ошибки и еще вам сейчас покажу как можно сделать автоматически удаление с нашего наших часов готова у нас удалилась 39 приложений мы смотрим вот здесь сохранилась все заходим сюда вот доланг и вот смотрим вот она моя модель и смотрим все здесь все у меня тут сохранилась все у вас также что сохранится потом допустим вот удаленный вы нажали и у вас все здесь нажали потом на любое и восстановить все и легко восстановится дальше я вам хотел показать как удалять допустим автоматически есть такая вот штучка интересная здесь поэтому давайте вот смотрите поиски отключения нежелательных приложений нажали всплывает окно максимальная средняя безопасная базовая вот базовая допустим давайте мы с вами включим базовый нажимаем загрузить сейчас приложение найдено нежелательных одно вот специальные возможности он у нас нашел допустим все нажали нажали и удалить все согласились сделали резервную копию на всякие пожарные и удалили хотя они мне тоже не нужны в принципе но там есть вот эти сейчас специальные жесты кстати по моему даже в этой теме без него не работать не будет дальше нажали давайте на безопасный попробуем еще раз нажмем все нашел 5 что у нас экстренное оповещение samsung cloud это нужно для сохранения резервных копий так это я не знаю что и вот это вот нет эти все вещи они нам нужны кроме одного вот допустим оповещение но может быть в принципе не нужным мы его удаляем удаляется видите здесь не просто приложение но данные и кэш это тоже очень важно делаем резервную копию и удаляем в принципе можно удалить и эти приложения я не знаю правда что они значат если вы знаете пожалуйста напишите в описании видео дальше берем с вами средний допустим нажимаем загрузить и смотрим что у нас показывает так ладно вот эту вот мышечку сейчас закроем сохраним сохраним все закрыли теперь нам показывает вот здесь у нас сценарий биксби кстати сценарий биксби тоже можно удалить в принципе сценарий биксби посмотрим ну и дальше опять-таки вот эти все вещи клоуд распознавания речи и тогда ли тому подобное это вот интернет браузер достаточно хорошая вещь нажимаем отмена и еще раз и максимальный ставим и загрузить просто интересно что он нам даст рабочий профиль обновление по ну и тогда ли тому подобное здесь очень много нужных программ короче вот таким вот образом все мы с вами можем здесь так скажем удалить без проблем дальше вообще программка она здесь крутая здесь очень много всего можно сделать таким макаром можно излечь излечь любой циферблат ну и тогда и любое приложение с наших с вами часиков ну все как то вот так дорогие друзья более подробно я вам смогу об этой программе будет ссылочка в описании видео как и что-то можно сделать там даже можно сделать стопроцентную резервную копию хотя это сейчас делает и сами часы достаточно легко и хорошо на часах дорогие друзья мы что с вами делаем когда все сделали заходим на часы обратно ворачиваемся туда куда нам с вами нужно так параметр разработчика и все отключаем беспроводную связь отключаем и отладку adb отключаем надо будет вам еще что-то сделать установить приложение подобное все сможете сделать потом парк